ВЕСЬМА СЕРЬЁЗНЫХ ВЕСЬЧАХ МИСТИКА И МАГИЯ Вот что это такое? МИСТИКА, МИСТИЦИЗМ, МАГИЯ Какое, вы скажете, отношение имеют они к теме о таинствах? К сожалению, очень близкое. К сожалению, потому, говорю, что часто мы воспринимаем сами эти таинства христианские именно как некие магические действия. И тогда человек остаётся без пользы. Кажется, он принимает таинства. Кажется, должен был бы получить, получить очень многое, и ничего не получает. Так многие говорят, я всю жизнь православная. Мне задают это нередко, вопросы на лекциях. Всю жизнь православная. И какой я была, такой я осталась. Одна из причин. Одна из причин. Вот такого состояния, состояние, в котором оказывается человек, будучи православным всю жизнь, или десятки лет, и ничего не получает, заключается в том, что отношение к таинству совсем не то, которое требует церковь, и при котором только человек может действительно приобщиться, реально приобщиться, ощутить и получить благо, получить именно благодать Божию. Поэтому как важно видеть и знать, где же различие, в чём дело, не ошибиться и не потерять. того, что мы можем получить. Мы можем получить таинство, великие блага, великую помощь можем получить, а можем ничего не получить. И исповедуясь, и принимая крещение, и причащаясь, и причащая, и ничего не получить. А более того, апостол Павел даже предупреждает, что не только ничего не получить, а от того, многие из вас болеют и умирают. Кстати, об этом так редко можно услышать. Так редко. Так часто мы слышим «Причащайтесь, причащайтесь». И так редко можно услышать «От того, многие из вас болеют и умирают от того, что недостойно причащаются». Поэтому дело очень серьёзное в понимании того, что такое таинство, что такое магия, что такое мистика. Это, знаете, как вот в музыке нотки написаны, написаны. Но, оказывается, по этим ноткам можно сыграть совсем разную музыку в зависимости от того, какой ключ поставите вы перед этими нотками. Написано в скрипичном ключе будет одна музыка. Поставите басовый ключ к тем же ноткам «Совсем будет другая». Композитор возмутится «Вы что? Разве я это писал?» Так и церковь то же самое. Дана эта великолепная музыка образно и вдруг здесь ставят другой ключ. И вместо этой удивительной, прекрасной музыки вдруг мы видим, что такое. Какой кошмар. так и таинство. Вот этот неверный ключ по отношению к той великолепной музыке, которой церковь даёт своих таинствах, этим неверным ключом служат в частности понимание таинств как какого-то мистицизма в турном смысле этого слова. Как понимание какого-то магического, какое-то действия. Главное крестить. Как? Что? Почему? Какая там с верой, без веры? Неважно главное крестить. Главное причить. Наконец я своего дурака заставила причаститься. Дурак подошёл, причастился. Давай вставь пол-литра, дура-баба. Я всё сделал, что ты хотела. Слышите? Какой ужас! Во что можно превратить таинство? Христос говорит, кто веру имеет и креститься спасен будем. И вот при чём тут вера? Благодать сама по себе действует. Серьёзнейшие вещи. Серьёзная даже сама медицина нам говорит об этом, что некоторые лекарства нельзя принимать, если вы до этого не выдержали определённой диеты. Если вы съели что-то жирное и потом примете лекарство, оно будет для вас ядом. Ни в коем случае нельзя, говорят, вы что? И это мы знаем. Как только касается таинств, ничего не знаем и знать не хотим. И вот в частности одним из серьёзных таких вопросов, с которым связано, связано действительно ли получение в таинстве благодати Божией или ничего не получения или ещё хуже получение вреда, о чём никогда, к сожалению, не говорим. Ну, по крайней мере, может, я ничего не слышу, не знаю, что вреда откажется получение таинства. И этот вопрос чрезвычайно важный, как-то не звучит он. Главное принять таинство, главное крестить, главное причаститься, главное пособороваться. а условия, с которыми должен человек подойти. Не только условия, я вам скажу, нравственного порядка или там подготовки внешней, подготовки тела, а ещё и какого условия, о котором сегодня как раз и хочу поговорить, о том, как мы смотрим на это таинство. Итак, я хочу немножечко сказать сегодня о том, что такое мистицизм, мистика, что эта мистика может быть, что, оказывается, может быть буквально демонической даже, демонической, так, о том, что такое магия. Это всё для нас с вами очень важно знать, чтобы иметь верную установку и верное понимание того, что мы называем христианскими таинствами, божественными, если хотите, таинствами, которые человеку дают возможность приобщения благодати Божией. Итак, сначала несколько слов. Если вы хотите, я много не буду говорить, вы можете прочитать, какой-то Осипов написал вот эту книжку «Путь разум в поисках истины», и у него есть параграф там этот мистицизм. Итак, что же такое это мистицизм, о котором мы говорим и что с ним связано? Ну, во-первых, этимология слова. Мистикоз это греческое слово означает «таинственный». Значит, «таинственный», связанный с какой-то тайной, с тем, что скрыто от простого взора, от обыкновенного нашего опыта, как говорят, эмпирической этой жизни. это та тайна, которая должна сохраняться и которую нельзя даже разглашать профаном. Профаном, то есть непосвященным во что-то и куда-то. В данном случае, когда речь идет о языческих религиях, то там были действительно специальные обряды посвящения, и только там открывались какие-то определенные вещи. Впрочем, нельзя было об этом говорить, нельзя было выдавать этой тайны, которая совершалась в языческих культах. Сразу хочу, кстати, ответить на вопрос, на вопрос, говорят, а как же? И у нас на литургии оглашенные из Эдити. Разве не то же или самое? Отвечаю, совсем другое. Ничего подобного. Дело вовсе не в том, что когда дальше продолжается литургия, и здесь тайны, которые нельзя знать некрещенным. Нет. Речь вот совсем не об этом. Речь не о том, что нельзя знать. Более того, которые готовятся к крещению, им даже объясняют, да, что там дальше за тайны. Присутствовать нельзя здесь. Присутствовать нельзя, поскольку это дальнейшее продолжение богослужения, оно целиком и полностью относится только к тем, кто приступает к святой Евхаристии. Вот только почему. Это для тех, кто приступает. А вовсе не потому, что здесь такая тайна, которую они не должны знать. Должны знать и понимать должны, почему они не могут здесь присутствовать, почему это уже не для них просто совершается. Совершается дальше для тех, кто будет причащаться. Только и всего. Поэтому оглашенные из идите, всё. Дальше остаются причастники. Но, слышите, но не потому, что это нельзя знать. Ещё раз говорю, обязательно, когда во время оглашения, во время подготовки к принятию христианства, почему же? Они должны как раз знать, что дальше. И постепенно, постепенно раскрываются все эти вещи. Кирилл Иерусалимский в течение двух-трёх лет проводил эти огласительные беседы. Вы слышите, как было? несколько лет человек изучал христианство, прежде чем, наконец, убедившись, крепко поверив, приобретя навыки уже христианской жизни, речь идёт о нравственной духовной стране. Слышите? Прежде чем, наконец, он допускался к крещению. О! Вот это члены церкви были! Правда? Вот это члены церкви были! Они просто так! Давай креститься! Не хочет креститься! Да давай крестись! Ты что, не крестишься? Не христиэдакий или эдакий? Давай! Не давай! Ты хочешь креститься? Нет! Нет! Извини! Извини! А ты что хочешь принять? А ты знаешь, что это такое? Нет! А как же ты хочешь креститься? Ты что? Как же ты можешь принять то, чего ты не знаешь? Следовательно, ты не можешь и верить, к чему ты приступаешь, потому что ты не знаешь. Слышите, как относились? Относились! Поэтому видим четвёртый, пятый век, расцвет, потрясающий расцвет и вершина, если хотите, святости, когда мы находим столько преподобных и святых, которых, наверное, не в одну эпоху церкви. Как подходили к этому? Подумайте! Василий Великий, я не знаю уже, чего достиг только. Давай! Вёл монашеский образ жизни, был христианином по жизни каким, и только в 30 лет принял, наконец, крещение. Потому что считал, что нельзя это таинство принять просто так, совершить обряд. Ох, как входили в церковь! Это были действительно люди, убеждённые, убеждённые люди, понимающие, живущие уже по-христиански. Слышите, они уже были христианами по своей вере, по вере, по участию в молитвах. Всё, были. И тогда только принимали. А потом что? Потом что началось? Началось и продолжается кого угодно, кресть. Хорошо, сейчас хоть немножко началось. Началось. И то есть сверху уже, вот, говорит, огласительные беседы. Нужно хоть немножко вводить людей в это. И то, с каким, ой, тут это надо две беседы проводить. Нет, пойду туда, где не проводят. Слышите, во что? И, и в результате говорят, эти ваши крещённые хуже некрещённых. Действительно, какой срам! Так вот, откуда это пристекает? Откуда это? Оттуда, что начали на таинство смотреть, как на какой-то магический обряд. Главное, магический обряд. Это надо сделать, и всё в порядке. И ты, Господь Бог, никуда не денешься. Трижды окунём, произнесём формулу, и ты, Дух Святой, попался, как птичка в клетке. Всё. Куда это взяли, что Бог? Бог, да, может, может, не прийти на человек? Ничего не может. Мы же произнесли формулу и совершили действие. Классическое, магический взгляд на таинство. Вот беда. Мы даже не представляем, какая это страшная беда. Как это разрушает человеческое сознание и христианское. Как разрушает нашу веру, всю разрушает. Христианство превращается в какую-то магию. Забыли, что Бог – это личность, живой. И Он ждёт от нас живого отношения, убеждения, веры, жизни, а не формального обряда. Понятно теперь, говорят, почему эта церковь так вот, так, находится в таком плачевном состоянии. Посмотрите, что в истории творится. Сколько было всяких, всяких, я не знаю, безобразий и так далее. Ещё бы! Ещё бы! Да прям с детства раз и крестили, всё в порядке. Кто спрашивает? Меня крестили? Крестили, крестили. А, ну всё в порядке. А коль крестили, всё уже, я уже закончил, всё, что мне ещё нужно. Всё уже в порядке. Вот даже до чего дошло. Вот так. Теперь вы понимаете, почему для нас очень важно, важно хоть немножко так посмотреть, посмотреть, что такое магия, что такое мистицизм, что это за такие вещи. Вот та же самая магия, от греческого слова магия за чародейство, в общем-то. Если колдовство, да, волшебство. Вот. Это вера во что? Это вера в то, что, зная, какие действия и какие слова нужно совершить, чтобы достичь результата. Слышите? Ни о каком внутреннем состоянии человека речь не идёт. Главное, что сделать. Что сделать, например? А вот притолк, знаете, топором. Раз туда сделать, какие-нибудь там шерсть что-то вбить, и всё будет в порядке. Или что-нибудь посыпать. Пошептать какие-то слова. Всё будет в порядке. То есть магия и во что верят. В то, что существуют вот эти, помимо физических законов, существуют законы оккультные, то есть тайные, или мистические. Кстати, слово мистикос и оккультус – это только греческое и латинское. Слово – это кальки. Одно и то же. То, что по-гречески мистикос, то по латыни оккультус. Так вот, существуют эти тайные силы, существуют некие законы, которые просто нужно открыть, и, открыв их, с помощью их можно воздействовать на других людей, на природу, на весь окружающий мир. Вера такая. Христианство решительно отвергает эти вещи. Говорит, здесь человек вступает как раз в контакт с тёмными силами, а не с какими-то законами того мира. А законы ты, оказывается, не того мира, а твоего, человек, мира душевного, ты, начиная верить в это, ты изменяешься. И, конечно, мы все друг на друга влияем, можем повлиять на незащищённого человека. Девочка страшно болеет – это третий случай. Всё будет хорошо, не беспокойтесь. Девочка через два дня умирает. И вот, что значит вера. Ах, так вот он и сказал хорошо. Да, оказывается, она умрёт. Вот что оказывается хорошо. И так далее. Одним словом, что мы ищем? Чего мы ищем? Неизменение себя, о котором говорит христианство, как единственное условие, условие изменения, если хотите, не только своего состояния, и душевного, и физического, и изменение ситуации, о котором говорит христианство. Нет! Мы ищем другого. Мы ищем внешнего результата без какого-либо личного изменения. Вот беда. Это, я вам скажу, это страшное дело. Понимаете, почему это страшно? Вот, оказывается, что. Вот чем отличается христианство от всего этого язычества, всего этого законничества, когда мы думаем, сделав то-то, 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 получить результат. То есть, первый грех прародителей – сорви плод, и ты станешь Богом. Сорвать плод. Не себя изменить, а плод сорвать. Пожалуйста, обратите на это внимание. Сорвать ничего не стоит. Это легко. А себя изменить? Ой! Своё лукавство изменить? Своё лицемерие изменить? Ой, нет-нет-нет. Я не могу без этого. И даже и не буду с этим бороться. Слышите? Насколько серьёзные вещи. Поэтому, понимаете, какая страшная опасность посмотреть на таинство магически. Сделать, принять. А что говорит христианство? Если ты, приступая к таинству, перед Богом, не обещаешь ему Господи, насколько это возможно, я постараюсь измениться. Больше этого не делать. Постараюсь, насколько это возможно, не делать больше этого. Я именно раскаиваюсь. Если этого у него нет, если он даже не думает раскаиваться в этом, а только языком болтает, отчитывается о проделанных грехах, так, что никакая благодать Божия у тебя не будет. Потому что Бог-то видит, что ты не собираешься отказываться от этого. Он-то видит. Священнику ты можешь сказать, грешен батюшка. Не я же грешен, конечно. А батюшка. Да. Грешен батюшка. Это ты скажешь. А Бог-то видит твоё состояние. Повторяю ещё раз, поэтому всю жизнь человек может подходить ко всем таинствам и креститься, и исповедаться, и причащаться, и собороваться, и венчаться, и, наконец, отпеваться. Да. И так и остаться ни с чем. О, какое дело! Поним теперь, почему? Кажется, православных тьма. А где православный? И не знаешь. Никакого движения, никакого изменения нам дано богатство, которое не знал древний мир никогда. Таинство. Не было таинств. Такие средства даны. Можно самолётом перелететь через моря и океаны, а мы садимся в утлую латчонку и по-прежнему пытаемся в ней пересечь океаны. Великие средства помощи Божией остаются бездейственными совершенно. Друзья мои, об этом надо говорить верующим. Надо говорить, потому что вот это магическое сознание, оно как ржавчина разъедает людей, убивает, не даёт возможности им приобщиться благодати Божией. Не даёт, когда я смотрю на таинство, как на магию. В магии, при магическом миропонимании, вы знаете, Бог становится фактически просто не нужен. И вы сами понимаете. Просто не нужно. Мне нужно только узнать, где что, какую свечку поставить. да, какое просфору, какое упоминание, а сам Бог – это как тросепенный. Что сделать? Вот самое главное. С чем? С тем-то, но не с собой. Но не с собой только. Только не свою душу изменить. Вот это вот магическое отношение к таинству, к богослужению, ко всей христианской, я бы сказал, вере – это страшная вещь. Она всю историю пытается уничтожить христианство, всю историю, и докончит его. Если не будет с нашей стороны, нашей стороны, разъяснения, предупреждения, если хотите, людей от этой страшной беды. Ну, просто для вашего сведения, может быть, хочу все-таки сказать о мистицизме, поскольку это вещи взаимоочень связанные магией, мистицизм. Это связанные вещи, но тут есть некое различие. И в чем мы сейчас уже находимся, и с чем мы соприкасаемся, и что представляет опасность. Я уже, по-моему, говорил вам, что это удивительное дело. Мистикоз – слово греческое. Но вы знаете, что понятие «мистический» к нам пришло не из Греции. Кажется, откуда бы слово греческое и все ничего подобного. Вы не найдете в наших славянских книгах сколько столетий издавались переводить, не найдете слово «мистический». Даже, например, вот самый яркий пример Кирилл Иерусалимский, который оглашал, я вам сказал, уже по несколько лет, так его сочинение так, которое по-гречески звучит как «мистагогические», так, вы знаете, что, так и оставили, что ли? Ничего подобного. Переведено «тайноводческие поучения». Нигде не найдем «тайноводческие», хотя уж надо было бы оставить «мистагогические». Нет, нигде нет. Слово «мистический» пришло к нам с Запада, причем когда пришло, пришло сравнительно недавно, порядка там двухсот, ну, не знаю, трехсот лет. Ну, да, наверное, трехсот. лет, конечно, пришло. Запада, а в чем дело? Что за странность такая? А вещь очень серьезная. Очень серьезная. О чем надо просто знать. Ну, сейчас я скажу вам. Во-первых, что такое «мистика-мистический»? Вот, например, один из западных, кстати, ну, католических, хотя его церковь, ну, неважно, Ганс Кюнг, такой богослов, он считает, что слово «мистический» происходит от греческого слова «миин». 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 Ганрецизм, который скрывает о том, что в ней совершается. Кстати, христианство обвиняли в этом. Слышите? Это естественно, язычников они другого и знания не имели. Христианство – это какая-то мистическая религия. Они там на своих собраниях убивают младенцев, едят их плоть, бьют их кровь. Это мы слышали и знаем Они сами говорят Что едят плоть и кровь Вот Они там И неизвестно еще что делают на этих собраниях На этих агапах Вечерях любви Любви? А, ну все ясно Тогда что делается на этих собраниях Да еще вечером Ну все ясно Вечером, ночью Любви, агапы Все ясно Убивают младенцев Едят их тело, пьют кровь Развратничают, все понятно Языщикам все было понятно Слышите, почему? Потому что они рассматривали Христианство как именно религию Мистического характера Как замкнутую, закрытую Для непосвященных Хотя наши же Писатели Буквально Первого, второго века говорят Вы хотите узнать о христианстве? Все у нас открыто Зайдите только В портняжную Ну, портниха И вы от каждой женщины узнаете Что у нас там Никаких у нас нет тайн Мы проповедуем Мы говорим об этом Никакой этой чуши нет Что мы убиваем младенцев И едим их плоть и кровь И абсурдные Обвинения Сойдите И вы узнаете Нет у нас тайн Нет мин Замкнуть уста И не говорить И не говорить непосвященным Один западный исследователь религии Такой очень крупнейший В своем труде В громадном труде молитвы Писал Последовательный мистицизм Освобождает представление о Боге От всех личностных атрибутов Серьезное замечание Одно дело Когда мы мыслим Бога как личность Другое дело Когда личность Или отступает Или исчезает И что остается тогда? Некая какая-то Космическая сила Сила космическая Этой силой Нельзя ли воспользоваться? А? Надо попробовать И начинается магия Ищем законов Как бы использовать Эту космическую силу В своих целях В своих интересах Чтобы их достичь Вообще, я вам скажу Понятия мистика И святость Совершенно разные С учетом вот того Что к нам пришло А чтобы вы поняли Что к нам пришло С Запада Я вам процитирую Одну цитатку Сейчас зачитаю И вы тогда поймете Перед лицом Чего мы стоим Вот эта цитата Следуя по пути Проложенному созерцанием Индийские брахманы Приходили к тому же К чему приходили Все мистики В какое бы время И в каком бы народе Они не жили Яджня Валкья И Будда Платин И Ореопагит Ореопагит Дионисия Ореопагит Наш святой Майстер Экхард Этот мистик известный Да И Григорий Палама Слышишь сочетание? Кабалисты Николай Кузанский Это кардинал Яков Беме Боже мой Рейсбрук И множество других Ясновидцев Востока и Запада Все они Как один Свидетельствуют Что там Нет ни добра Ни зла Ни света Ни тьмы Ни движения Ни покоя В священном мраке Ой, как точно Мраке Скрывающим основу основ Они ощутили Реальность сущего Абсолюта Страшная И непереносимая Тайна Эту бездну Трудно даже Назвать Богом Не трудно А невозможно Трудно даже Назвать Богом За пределами Всего тварного И ограниченного Мистическому оку Открылась реальность Которую Лао Цзы Назвал Дао Будда Нирваной Каббалисты Энсофом Христиане Божественной Сущностью Божеством Слышите, оказывается Что мы называем Божеством-то То, что Будда Назвал Нирваной Поняли? То, что Каббалисты Называют Энсофом Кто такой Каббалисты, кстати? Это Иудейское Такое направление Для которых Иисус Христос Лже-Мессия Лже-Мессия И, оказывается Их Мистическому оку Открылось Что же? Кто Такое Энсоф Или что Такое? Оказывается Божество Христиан Слышите Во что Мы верим Одно И то же Энсоф И Бог Нирвана И Дао Мистическому оку Я Почему это привожу? Вы поняли теперь С чем связано Понятие Мистическое? Все Перемешано Здесь Истина Божия Истина Возвещенная Христом Бог С чем связан С Энсоф Ами Дао Нирваной Вы слышите Оказывается Все одним словом Выржено Слушайте Для чего нам Дан язык? Для развлечения Понятия Если у нас Спрашивают В какой цвет Окрашены Там Вот эти Вот Мы скажем Там Они в цвет Окрашены Цвет Простите Мы спрашиваем Какой цвет А вы говорите Цвет Это что одно и то же Для вас И зло И благо Два пути Ведут К единой цели Оба И все равно Куда идти Вы слышите Что такое Понятие Мистика Которое К нам Пришло Запада Понятие В этом понятие Объединяется Древо Познаний Добра И зла Добро И зло В одном Понятии Подумайте Только Да что Такой цвет Зеленый Или красный В конце Казал Чепуха А здесь Добро И зло В одном Понятии Апостол Пишет Какое Общение Света Со тьмой Христа С велиаром А нам Говорит Как Какое Все в одном Простите А язык Для чего Дан нам Поняли Теперь Что Такой Мистический Поэтому Когда читаешь И вот Пришло К нам Это Вот это Понятие Мистический И когда Читаешь Это Вдруг В нашей Богословской Православной Литературе Причем У самых Известных Богословов Прекрасных Даже Богословов Как Лоски Например Действительно Прекрасный Богослов Или там Мейндорф Отец Иоанн Вот они Там На Западе Были Они Привыкли К этому Понятию Они Уже Потребляют Его И думаешь Кажется В контексте О чем Они Говорят О какой Мистике Каждый Раз Надо Смотреть Чтобы Не Принять Христа За Велиара Велиара За Христа Зачем Это Делать Я вам Скажу Это Если Хотите Это Один Из Ударов По Богословию Когда Мы Так Небрежно Общаемся Столь Серьезными Понятиями В Области Нашей Религии Зачем Мистически Если Вы Что-то Хотите Сказать О Таинствах Говорите Что Это Таинство О Тайнах Божественной Жизни Так И Скажите Тайны Божественной Жизни Если Хотите Скажите О Достижениях Духовных Скажите О Святости О Покопознании Нет Мистический Слышите Что Такое Мистическое Смешение Самой Темной Мистики Вплоть До Сатанинской Мистики Посмотрите Яков Беомы Хрейсбрук Майстер Экхард И тут же Григорий Палама И Ареапогид Дионисий Здорово Поняли Теперь Это Понятие Которое Надо Извергнуть Из Православного Богословия В каком Смысле Извергнуть Извергнуть Не Применять Его По отношению К нашим Святыням И к нашим Святым Пожалуйста Пользуйтесь Когда вы Хотите Назвать Вот это Яджневалки Или Майстера Экхарта Да Мистики Это Верно Но Никак Никак Когда вон В библиотеку Зайдите Возьмите Нашего Профессора Минина Дореволюционного Которая Книга Называется Мистика Макария Египетского Слышите Кажется Он Мистик Был Уж Тогда Уж Прям По латыни И назвал Господин Профессор Так Назвали Оккультист Макария Египетский И Прям Было Бо Уже Все Тогда Ясно Вот так Друзья Мои Скажу У мистицизма Много направлений Самые разные Есть Направления Здесь Тут Осипов Пишет Да Что есть Естественная Мистика Когда люди Рождаются Рождаются Подчас С некоторыми Способностями Какого-то Ну Особого Видения Их называют Это Мистической Способностью Я не знаю В какой степени Это оправдано Но с точки зрения Этимологии Оправдано Я помню Давным-давно Что-то читал Как вдруг Девочка Школьница Какая-то Вдруг Смотрит на Сейф У отца И говорит Ой, папа У тебя Смотри Там Что у тебя Там Какие документы Он в оборок Чуть не упал Он работал В каких-то Ну секретных Секретных Он действительно Бедный Он побледнел Она видит Себя спокойно Приходит в школу Говорит Кому угодно Что ты сегодня Съел на завтрак Видит Что там Желудки Ну я не знаю Что это Мистическое Или что Ну действительно Это Не то Что присуще Нам Обычным Людям Но какая здесь Мистика Ну неважно Вот такие факты Есть Или сообщение Как-то в одном Журнале Я прочитал Как По-моему В Швейцарии Пропал Один Ребенок В общем Полиция Не могла Долго найти И потом Обратились К одному Человеку Который был Известен Что он Такой Ну Как сказать Визионер Что ли К нему Помоги Потому что Не можем Преступление Явное Налицо Ничего Не можем Сделать Так он Через сутки Сказал Это в журнале Был написан Попробуем Вокруг света Кажется Журнал был Любопытная Статья Через сутки Он Сказал Что мальчик Лежит Под таким Мостом Забит Под Самые Самые Там То есть Спрятан Действительно Оказалось Так Но Что любопытно При этом Что этот Человек Очень редко Соглашался На такие вещи Почему Оказывается Он в это время Теряет Колоссальную Энергию Вот эта Попытка Так Увидеть Оказывается Колоссальную Энергию Теряет Человек Который Пытается Вот Что-то Это сделать Так вот Я что хочу Сказать Есть Естественный Естественный Скажем Мистицизм Естественные У некоторых Людей Проявляется Способность Видения На расстоянии Например Это вы же знаете Вот Война Ясенецкая Владыка Лука Приводит Немало Таких Примеров Я помню Пример Когда Когда он Говорит В Англии По-моему Мать Долго Не получала Это еще В 19 Столетии Сведения От своей Дочери Которая Была В Австралии Долго Не получала И она Ну естественно Очень волновалась И вдруг Однажды Она видит Перед ней Прямо Картина Открылась Ее дочь Едет В бричке По берегу Моря И вдруг Ломается колесо И Все это В месяц Лошадь переворачивается И падает в море Туда Большой высоты И погибает Она в ужасе Конечно Вскрикивает И где-то Через Несколько Месяцев Получает Известие Точно О том Что она Увидела Ну Таких случаев Очень много Оказывается Отрицать их Это просто Смешно О чем Это говорит Что у человека Есть в принципе Эта способность Но Открывается Она Редко Кстати Скажу вам И все Уникальные Способности Редко Открываются Все редко Мы редко Видим Какого-нибудь Выдающегося Писателя Выдающегося Художника Композитора И так далее Это не так часто Но все-таки Чаще Чаще А вот Людей с этими Способностями Мы видим Конечно Намного По-видимому Реже Но это Есть в человеке Это в его Природе В его Это природе В нашей Человеческой Природе Это есть Еще раз повторяю Человек Это образ Божий Это Совершеннейшее Творение Божие Это предел Скажем так Божественных Возможностей Он единственный Кто назван Богоподобным Поэтому В нем Вся совокупность Способностей В нем Присутствует Но Открывается Это Редко И И Видимо Есть причина К этому Трудно Человеку Который Обладает Этой Способностью Не Использовать Ее Подчас В целях Очень далеких От того Что мы могли бы Назвать Действительно Святыми Целями Трудно Даже не Возгордиться Что я говорю Не потчеславиться Это сложно Сложно Бывает Поэтому Кстати Почему Об этом Говорю Поэтому Очень Интересно Что Священное Предание Церкви Которое Выражено У нас Святоотеческом Учении Запрещает Обращаться К людям Обладающим Такими Способностями И самим Этим Людям Самим Этим Людям Запрещает Пользоваться Этим Даром В чем Дело Сам По себе Дар Не несет В себе Допустим Чего-то Худого Но Каждое Наше Дарование Которое Мы Обладаем Оно Сопряжено В нас Бывает В людях С чем С нашим Отношением К этому Дарованию И когда Я вижу Вдруг Что я Обладаю Тем Чего Ни у кого Нет Нужно Разве Дальше Продолжать Разве Не ясно Слышите Я это Вижу И все Это Видят Кто Я А учтите Что Вот этим Духовным Актом Мы Соединяемся С кем Акта Какой Вщеславный Акт Какой Гордыни И с кем Я соединяюсь Тогда Этим Своим Духовно Подобное Соединяется С подобным Вот Беда Та Какая Почему Святые Отцы Запрещали Пользоваться Ты еще Грешный Человек Ты Обязательно Возгордишься Восчиславишься Или Какие-то Корыстные Цели Даже Ты Начнешь Преследовать Но Одним Словом Все Свято С грехом У тебя Будет А Если Это Так Следовательно Ты Соединяешься Уже С носителями Зла С бесами И Твое Действие Тогда Твое Использование Этого Дарования Будет Отравлено Ядом Бочку Меда Ложку Дегтя А есть Наоборот Бочку Дегтя Ложку Меда Понятно Поэтому Удивительный Факт Мы Находим В истории В истории Святоотеческой Многие Святые Прямо Говорили Молили Бога Что Он Отнял У них Даже Те Дарования Которые У них Возникали А не Удивляйтесь Что Эти Дарования Возникали В очищенной Душе Эти Дарования Начинались Если Хотите Проявляться Естественно Стали Проявляться Это Для Нас Ах Увидеть Расстояние Боже Мой Ах Предвидеть События Что Это Так Это Душа По Природе Христианка Душа По Природе Прозорлива Человек По Природе Чудотворец Ему Природа Подчинена По Природе Вы Слышите По Природе Он Глава Он Властелин По Природе И Это Начинает Открываться Он По Природе Спокойно Может Перейти Реку Реку Да Не погрузившись С нее Как По Суху Слышите Это Очень Серьезное Дело Почему Поэтому Святые Отцы Говорили Будьте Осторожи К этим Вещам Не Пользуйся Тем Когда В тебе Что Есть От Природы Этими Дарованиями Человек Может Воспользоваться Только при условии Когда он Достигнет Бестрастия Когда он Достигнет Смирения Когда он Не Возгордится Тогда Только Могли Могли Святые Действовать Этим Посмотрите Даже Великие Святые С какой Осторожностью Относились К этим Своим Дарваниям Мы еще Будем Говорить Вот Антоний Великий К нему Приходит Генерал Армии С дочкой Бесноватой Просит Его Исцелить Антоний Великий Дверь Не Открыл Ему А что Сказал Прости Я Такой Же Грешный Человек Как И Ты Но Если Ты Веришь Что Господь Может Исцелить Это То Иди И Помолись И Может Господь Исцелит Тебя Слышите Даже Не Вышел Не Благословил Не Помазал Дальше Генерал Поверил Антонию Поверил Пошли В храм Действительно Помолились И Исцелилась Дочь Ива Здорово Видите Как Осторожно Были Преподобный Сергий Когда К нему Привели Это Вельможу Бесноватого Что Он Сделал Думаете Начал Его Отчитывать Что Или Что То Дел Да Вы Что Собрал Всю Братью Собрались В храм Совершили Молебен С Братьей Вышел Все Всем Только Перекрестил Его И Все Не Я Не Я Я Тут Ни При Чем Поняли Вот Оно Где Сила Божья Простите А теперь Что Творится Даже Стыдно Говорить И Люди Не Понимают Этого По Расписанию Изгоняем Творим Чудеса Исцеляем Это До чего До Какого До Какой Деградации Сознания Даже Дойти И Люди Валят Потоком Людей Не Осудишь Они Не Понимают Ничего Не Знают И Вместо Того Чтобы Объяснить Им Мы Что Делаем Их Наказываем Как Людей Так Вот Эти Мистические Способности Назовем Мистические Способности Знаешь Бывают Естественными О Которые Святые Отцы Говорят Не Пользоваться Ими Не Пользуйтесь Будьте Осторожны Ни в коем Случае Бывают Приобретенными Приобретенный Двух Если Хотите Есть Святость Жизни Когда Человек Действительно Приобрет Духа Божьего Очищается Он С грязь Снимает Это И Эти Способности Проявляются Тогда И тогда Рукою Смирения Человек Может Этими Способностями Принести Действительную Пользу Слышите Понятно А бывает Напротив Напротив Человек Приобретает И пытается Приобрести Эти Способности Во что бы то ни Стало Чтобы Командовать Людьми Природой Управлять И так далее Это Страшное Дело Когда Это Искусственное Искусственное Стремление Это уже Тщеславие Это уже Гордыня Это желание Властвовать Так Вот тут Опасное Дело Тогда Действительно Он Духовно Соединяется Соединяется С духами Зла И для него Это становится Последнее Как говорится Хуже Хуже Первого Опасность Страшная Поэтому Или Еще один вариант Если хотите Когда человек Нет Он Он не хочет Приобрести Этих сил Кажется Ничего Но Так называем Духовная Прелесть Когда человек Становится На неверный Путь Духовной Жизни Он Он Мечтает Мечтает Все-таки Об этом Когда у него Тщеславие Поражает Его душу Он Ищет В молитве Ничего Нибудь Облаженных Состояний Видений Откровений Вот это Само Состояние Это Неверный Ключ И В таком Случе Он действительно Естественно Соединяется С духами Зла Вот это Состояние Прелести Это Ужасная Вещь Если Есть два Вида При одном Из них Человек С ума Даже Сходит Такие Начинаются У него Видения И Откровения Это Один Из Видов Прелести Другой Вид Прелести При котором Человек Не сходит С ума Это Когда Человек Начинает Это На законническом Пути Точно Исполняет Все Предписания Становится Сверх Православным Никаким Не будет Гордыня Растет Человеке Когда он Видит себя Выше Других И Лучше Других Это Страшная Вещь Это Другой Вид Прелести При котором С ума Люди Редко Сходят Но Который Является Жутким Видом Почему Распяли Христа Кто Они Они Эти Лжеправедники Эти Сверх Православные Люди Надо же В переводе На современный Же Язык Говорить Это Православнейшие Все Исполнявшие Да И Видящиеся Выше Других Это Распинатели Христа Потому Христос Как Любовь Люди Когда Люди Становятся На путь Искания И приобретения Себе Вот этих Сверх Естественных Дарований И способностей Вот тогда Это уже Беда Распинатели Распинатели Распинатели